Спонсор программы «Садовые центры усадьбы» сообщает о наличии семенного картофеля, лука-севка и луковиц цветов. Скоро в продаже саженцы деревьев, кустарников и роз. Ждем вас в Кустанай и в Затобольске. Телефон для справок 22 56 37. Здравствуйте. Здравствуйте, с вами программа «Владу с природой». Ну что, до начала дачного сезона, уже, так сказать, настоящего, уже считанные дни остались. Да какие считанные дни, Александр Михайлович? Наши бабушки, которые как закоренелые земледельцы, они уже на участках. Ну что ж, а работы тем временем и дома предостаточно. У многих подрастает рассада, а кое у кого она даже начинает перерастать. И вот как ухаживать за рассадой, перед тем, как она отправится на свое постоянное место, в нашем первом сюжете. Подготовим почву и ящик для пикировки в него сеянцев. Последовательность шагов для подготовки почвы мы рассмотрели на прошлом занятии. Почва для посева семян и для пикировки готовится одинаково. Следующим шагом размечаем ящик. Возьмем маркер и опустим его в ящик. Колышки маркера оставят в почве углубление, куда мы и будем сажать наши сеянцы. Эта операция называется пикировка. Теперь подойдем к ящику с нашими сеянцами. Левой рукой, аккуратно удерживая растения за листья, колышком взрыхлим почву и освободим каждое растение от земли. Взяв несколько сеянцев, мы начинаем их рассаживать. Беря каждое растение по одному, осторожно опустим в луночку так, чтобы точка роста не была опущена ниже 5 мм поверхности почвы. И легким движением прижмем почву колышком, ближе к его корешку. Эта операция совершается в три действия. Первое. Углубление делается глубже. Второе. Опускаем растение. И третье. Прижмем почву. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сеянцы берутся только за листочки. Почему? Потому что это маленькие, хрупкие росточки. Если вдруг листочек оторвется, то новый вырастет. Но если вы возьмете за стебелек и он сломается, то растение погибнет. Так, ряд за рядом, поочередно высаживаем растения один за другим. Еще раз напоминаем. Следите за тем, чтобы макушка его не была присыпана почвой. Это может остановить рост растения или же погубить его. Итак, основные правила. Осторожно, аккуратно и быстро. На этот ящик мы затратили не более 15 минут. Высадив последнее растение, обязательно полейте ящик питательным раствором. Для этого возьмите 25 граммов смеси номер 2А для еженедельной подкормки. Растворите в 10 литрах воды. Теперь, зачерпнув баночкой раствор, полейте равномерно, распределяя его по всей поверхности ящика. Обратите внимание на то, что первый полив очень важен. Постарайтесь выровнять почву. Поливайте так, чтобы вода прошла через весь слой почвы. Это позволит растениям получить хороший контакт с грунтом и даст растениям влагу и питание. И тогда растения пойдут быстро в рост. Говоря об уходе за растениями, мы должны с вами знать, что регулярный полив – это главное условие для роста растений. Следите за тем, чтобы почва была постоянно влажной. Как минимум мы поливаем два раза в неделю, а в жаркие дни приходится поливать и ежедневно. Но всякий полив осуществляем питательным раствором. Следующий момент в уходе за растениями – это подрезка. Сегодня мы рассмотрим подрезку листьев на рассаде помидор. Подрезка начинается тогда, когда верхние листья начинают перекрывать друг друга. Первым делом прищипываются или подрезаются самые нижние листочки. Их называют семядольными. Затем прищипываются боковые ветки, частично или же полностью, так, чтобы листья соседних растений не касались друг друга. При этом будьте осторожны, ни в коем случае не повредите точку роста самого растения. И не пугайтесь, что после подрезки ваши помидоры выглядят несколько голыми. Они напоминают маленькие столбики, на макушке которых видны несколько листочков. На примере этого ящика видно, как выглядят подрезанные и неподрезанные растения. Вторую подрезку нужно будет осуществить тогда, когда листья начнут вновь касаться друг друга. Это будет примерно через 10-12 дней. Эта операция повторяется до 3-4 раз. Какова же цель этого процесса? Это делается для того, чтобы каждому растению дать больше света и остановить их рост на несколько дней. Посмотрите, стебель растения становится толще и крепче. Укрепляется его корневая система. И последнее, все растения примерно одного роста. Подобной же подрезке подвергается и рассада лука. С той лишь разницей, что эти растения не пикируются и растут на одном месте от посева до высадки ее в грядку. Первая подрезка делается тогда, когда растения достигли высоты 10-15 сантиметров. Для этого возьмем простые ножницы и, оставляя высоту растения 10 сантиметров, обстригаем верхнюю их часть. Количество подрезок будет зависеть от того, как долго рассада будет находиться в ящике. Но подрезку мы осуществляем для того, чтобы растение не теряло своей формы, то есть не сильно наклонялось. Мы достигаем того же результата, что и в случае подрезки помидор. Растение становится крепче, корневая система становится мощней и все растения одного роста. Еще одно важное условие в уходе за рассадой – это температурный режим. Идеальная температура для роста растений от 20 до 25 градусов. Если же температура в вашем помещении опускается до отметки 10-12 градусов, то в этом случае растения не растут, а стоят на месте. Дальше не менее важное условие для роста растений – это световой режим. Помещение, в котором находятся ящики с рассадой, должно быть достаточно светло. И ранней весной, когда световой день еще короткий, используют искусственное освещение для того, чтобы продлить световой день. Для этого применяют специальные лампы накаливания на 350-450 Вт, что предотвратит растения от вытягиваний. Александр Михайлович, в нашей программе мы очень часто говорим о культурах, да? О культуре выращивания различных растений и так далее. А я бы хотела обратить внимание на другую культуру. Культуру обращения с животными. Вот вы заметили, что у нас в городе, по крайней мере, не знаю, как в стране, немного хромает культура обращения с животными. Культура выращивания животных. Оброшенных животных. Я оброшенных животных и вообще отношению к животным. Обо всем. Меня радует, что все-таки, пусть их немного, но есть такие люди, которые озаботились этой проблемой и хотят хоть каким-то образом разбудить нас, кустанайцев, и открыть приют для бездомных животных. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Мы находимся у двух девушек очаровательных, я не знаю, как назвать их правильно, наверное, любителей животных или защитницы животных. Как правильно? И то, и то понемногу. И то, и то понемногу. Оказались мы у них после конкурса, вернее, о них мы узнали после нашего конкурса, который проходил Владу с природой. Эти девушки нам тоже прислали фотографии, но, к сожалению, ничего не выглядели. Мы видео присылали. Но мы, зато мы о них узнали, и теперь хотим поближе с вами познакомиться и узнать, что у вас за... Я даже не знаю, это еще не приют, да, Яна? К сожалению, пока нет. Но есть в планах, в мечтах в планах. То есть сделать прямо приют для животных? Сделать именно приют для животных, потому что у нас его просто нет. У нас на самом деле в стране и в городе в частности очень остро стоит вопрос не только с приютами, с передержками, даже с ветеринарами, я бы сказала, даже с лечением. У нас животные, абсолютно некому им помогать, и негде даже. Яна, вы в этом городе родились? Да. Здесь родились, здесь выросли? Здесь родились, выросли. Откуда у вас любовь к животным? Ну, любовь к животным у меня с детства. То есть я животных всегда любила, всегда были у меня животные, то есть всегда я их подкармливала. Но не так давно, благодаря социальным сетям, благодаря знакомству с волонтерами, в основном российскими, но и с нашими, в нашем даже городе, я поняла, что просто их кормить и просто их любить, это еще не значит им помогать. Ну и началось все, наверное, с появления вот таких разных, ну это не первый, конечно, и не последний, кто сейчас он едет. Это ваш питомец? Это ваш, скажем, клиент или как вы называете? Ну, он, наверное, уже мой, потому что у этого котенка нарушена иннервация. Он ходит, у него с одной лапкой проблемой, но у него нарушена иннервация, то есть непроизвольное мочеиспускание. Ну и, соответственно, у нас таких животных мало кто возьмет. То есть, скорее всего, он уже мой на постоянку. То есть, получается, он постоянно мочится под себя, да? Да, он не чувствует, он не чувствует никаких позывов, то есть он может идти и делать свои дела. И причем котенок этот найден не на улице, его принесли так называемые, ну я так называю этих людей, наверное, разведенцами, принесли на усыпление, потому что причину мы еще не выявили его такого заболевания. Ну, скорее всего, это была либо врожденная патология, либо родовая травма. Да, и вот такое вот чудо, он уже месяц у меня, ему был один месяц, когда его просто принесли в одну из ветклиник нашего города. Просто ему повезло в том, что это была та ветклиника, которая не усыпляет животных. Вот его принесли. И вы просто находились в знакомстве, да? Да, я просто знаю людей работающих, там мне позвонили, я приехала, его забрала. Мы с ним уже, он хоть маленький, но мы с ним уже совершили путешествие в Челябинск, в клинику Панацею. Ваша цель сейчас вылечить этого котенка? Моя цель его оставить живым, как минимум, потому что вылечить, это еще не факт, что он вылечится, к сожалению. То есть он может таким и остаться? Да, он может таким и остаться, но при этом этот котенок во всем остальном абсолютно здоров. Он кушает, играет, бегает, прыгает, он очень хочет жить. И я не думаю, что небольшие, так скажем, неудобства с туалетом, ну, это больше для меня неудобства, на самом деле, чем для него. Ну, а есть же какие-то, может быть, то есть вы сейчас ищете варианты, как ему справиться с этой проблемой? Или вы ищете ему... Пока на данный момент я просто жду, потому что он слишком маленький, чтобы делать ему компьютерную томографию, и через 2-3 месяца мы поедем снова в Панацею, ему будет делаться компьютерная томография. И если будут какие-то шансы, то есть если у него там, ну, можно его оперировать и что-то исправить, то будем пробовать, ну, доктор нам много шансов на это не дает. А нет, он может прожить и 15 лет, ну, только придется, да, все 15 лет мне за ним ходить. Животные проблемные, пристраиваются очень тяжело. На данный момент у нас одна кошечка, она находится на передержке в зоогостинице. После травм задних лап ей вставляли спицы, но сейчас это абсолютно здоровый котенок, подросток, и то ее достаточно сложно пристроить. Есть у нас, вот буквально мы пару дней назад с Ириной отвезли в К9 в зоогостиницу собаку на трех лапах, то есть одну лапу мы ему ампутировали. То есть он за Тоболовки около месяца бегал с капканом на лапе, мы месяц, наверное, совместно с волонтерами бегали за ним, в итоге все-таки поймали, лапа ампутирована. И эти животные практически без шансов к пристройству. И как раз-таки отсутствие приюта в этот момент, потому что когда ты хочешь помочь животному, тебе как минимум нужно его забрать с улицы и вылечить, а забирать его зачастую некуда. То есть у меня две большие достаточно собаки, мне достаточно тяжело взять. Хотя у меня... Сейчас вот это все у вас происходит дома? У меня дома, в зоогостиницах, их очень мало у нас в городе, как бы, и, естественно, это платно все, и там зачастую нет мест. В основном, да, у меня дома и у других неравнодушных людей. То есть у нас таких людей, какие есть люди такие? Есть, их не очень много, но они, слава богу, есть. И хотелось бы, чтобы их было больше, на самом деле. Потому что мы зачастую ищем передержку, выкладываем какие-то посты в соцсетях, пишем, что нужна, требуется передержка. И даже там платная, бесплатная за корм откликов особо нет. У нас люди, даже у нас достаточно добрых людей, которые кормят животных, которые реагируют достаточно эмоционально на беды с животными. Но почему-то очень многие боятся это животное взять к себе в дом. На самом деле, я часто повторяю людям, что это не так страшно. Ну, вот этот вот котенок, от него не рухнули стены моего дома. Ну, мне не особо, может быть, и хочется бегать за ним, подтирать. Но я считаю, что это немножко неравноценно. Какой-то дискомфорт в твоем жилище и жизни живого существа. С Яной мы познакомились через соцсети. И у нас где-то месяца полтора, наверное, в феврале, в середине февраля был такой случай. Кустанайские новости делали статью о замурованных кошеках в подвале. Вот. Ну, мы отозвались помочь с отловом, со стерилизацией с Яной. Вот. Ну, и потихонечку, потихонечку мы отлавливали, стерилизовали. При этом у нас цель была пристроить обязательно, чтобы не выпускать на улицу. Ну, и нам удалось уже около 10 котов и кошек пристроить. Нам присылают приветы из дома. Мы этому очень рады. Хочется, конечно, почаще, но за всеми, как говорится, не уследишь. Ну, очень рады, когда присылают. Единственное, у нас вот была кошечка, мы ее назвали Алисом, мы ее стерилизовали. Она у нас была на передержке около, наверное, месяца. Но она была не социализирована вообще. Вот где она находилась, она привыкла. Красивая кошка, мы ее пристроили, но мы всегда говорим, если возникают какие-то проблемы, вы нам звоните, мы обязательно заберем. Единственное, кошка, нам пришлось ее выпустить в среду обитания, где она была, во двор. Ну, как минимум, она стерилизованная уже, и не будет ненужных вот этих вот котят, погибающих на улице. Кормить, конечно, это хорошо, кормят много, но при этом они, конечно, размножаются, и где-то сбивают машины, где-то загрызают собаки, а котята, ну, я не знаю, если там 5-6 котят, если из них 2 выживут, то это хорошо. Самое гуманное – это стерилизация, потому что только она, мне кажется, вот численность сократит, конечно. Бездомных котят. Да, на улицах. Конечно, если бы каждый человек вот проявил инициативу в своем же дворе, потому что в каждом дворе у нас в городе Кустаная кошек просто, а сейчас весна, это будет, конечно, очень грустно. Получается, вы отлавливаете этих кошек и за свои деньги стерилизуете? Или договариваетесь с клиниками? Нет, мы… у нас есть в Инстаграме страница, у нас есть сбор ведется конкретно на стерилизацию, мы предоставляем чеки, предоставляем отчет, приветы из дома, ну, вот. Люди потихоньку помогают. То есть вы собираете деньги на стерилизацию кошек? Да, стерилизацию. Да, стерилизую тебя уже, да? А вот немножко теперь о приюте. Когда у вас эта идея? И сейчас есть ли какие-то у вас уже подвижки? Или только пока? Есть подвижки. Единственная проблема в том, это, скажем так, в участке под приют. То есть на самом деле приют – это не обязательно какое-то огромное здание с евроремонтом. Достаточно было бы куска, скажем, земли, где можно поставить те же вольеры, те же какие-то утепленные, там, погончики, как минимум. Ну, есть опыт просто, скажем так, российских волонтеров, которые частные приюты… То есть вы с кем-то созванили, с кем-то, да? Да, очень много знакомых, вот, благодаря социальным сетям, там, ну, скажем так, один приют даже я взяла себе так за образец. Но, к сожалению, большая, большая, очень большая проблема с землей у нас. То есть приют не сделаешь вот так вот в частном секторе. Соответственно, это соседи, которым не очень это понравится. И есть возможность построить приют в Рудном. Но, опять же, опять-таки это проблематично. Немножко для меня туда будут постоянно ездить. Вот, поэтому вот сейчас у нас в планах зарегистрировать общественное объединение и как-то пробовать с нашим акиматом беседовать, что, в принципе, он должен быть приют в каждом городе. И есть желающие, которые будут его строить. Ну, вот, единственная проблема – это землей. Бывает такое, что родственник умер, хозяин умер, родственникам собака или кошка не нужна. И таких случаев очень много. Соответственно, большинство бездомных животных – это домашние животные. И как бы грустно не было, вот так вот получается. У нас очень много людей, потенциально способных помочь животными любым способом забрать домой, вылечить, пристроить, которые просто не знают, что эта проблема есть и не знают, как эту проблему можно решить, и не знают, как помочь. Очень многие люди просто так же, как я в свое время видела собачку, покупала ей корм и думала, блин, ну мне некуда ее взять. И уходила. Теперь я знаю, что я могу сделать. И создав этот приют, я думаю, можно не только помогать животным, но и показывать другим людям, как можно помогать. И что на самом деле это круто и здорово. Девочки, я вам желаю удачи в вашем начинании. И хочу, конечно, обратиться к нашим телезрителям. Если вдруг у вас какой-то кусочек земли, ну просто стоит и не нужен, и вы так же любите животных и так же видите эту проблему, что действительно, и участились случаи, когда и собаки нападают, да, и когда, ну, действительно проблема с животными бездомными у нас существует. Если вы хотите помочь, пожалуйста, девочки, я думаю, рассмотрят все предложения. Любые. Любые, да. Тем более они готовы сотрудничать, готовы. В общем, ждут они вашей помощи. Девушки подняли действительно очень серьезную проблему. И надеюсь, что благодаря нашей программе они найдут единомышленников, которые помогут им в осуществлении вот этих идей. Я тоже надеюсь, что кто-нибудь обязательно откликнется. Ну, а сегодня мы с вами прощаемся ровно на одну неделю. До свидания. До свидания. Спонсор программы «Садовые центры усадьба» сообщает о наличии семенного картофеля, лука-севка и луковиц цветов. Скоро в продаже саженцы деревьев, кустарников и роз. Ждем вас в Кустанайе и в Затобольске. Телефон для справок 22 56 37. Продолжение следует...